Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели. 30 июня, 7 часов утра в городе Чикаго. Рановато, а если говорить о западном побережье, то это еще 5 часов утра. На восточном побережье Нью-Йорка и Вашингтон, это 8 часов утра. И у нас на связи Москва, где сейчас 3 часа дня. И профессиональный астролог Андрей Бухарин. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, Майкл. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, Сангейс Радио. Да, рад приветствовать вас в эфире опять. Ну и у нас несколько сегментов или частей нашей программы. Прежде чем мы начнем, я просто хочу сказать о том, что наши программы, в общем-то, они все записываются, выставляются на YouTube, дальше они идут в Facebook. Ну и те, кто у нас подписаны на канал, Сангейс Радио, может получать вовремя, так сказать, как только не появляются эти программы на нашем канале, то вы получаете уведомления. И это тройное wsungatesradio.com, sungatesradio.com, это Skype, SunGates 1-0-8, SunGates это солнечная ворота, на конце буква S, SunGates 1-0-8, телефон 847-226-9956, код страны единица. 1-847-226-9956, меня зовут Майкл Меликов, руководитель центра SunGates. Андрей, ну мы две программы говорили о претендентах, напомню о том, что грядут выборы, и это довольно серьезное событие, которое отразится, в общем-то, на политической арене, на финансовой, на многих направлениях мировых каких-то тенденций. И вы уже имеете, в общем-то, расклад, мы храним интригу, мы не называли предположительного президента, который вы уже вычислили, можно сказать, причем, что самое интересное, даже он об этом не знает, или она, да, ну поскольку, напомню, у нас Хиллари Клинтон баллотируется на пост президента, самый главный претендент, и Дональд Трамп от Республиканской партии. Ну, давайте мы тогда закончим, в конце концов, уже вот эту президентскую эпопею, закончим для SunGates радио, так скажем, но мы будем продолжать к этому возвращаться, поскольку, ну, еще впереди довольно много времени. Как мы знаем, выборы будут в ноябре месяце, и много чего может измениться. Вот это первая часть программы, и давайте мы тогда продолжим. Мы рассматривали предыдущих президентов. Вот какова сейчас астрологическая ситуация. Совпадает ли она с вашим анализом? То, что мы рассматривали, ну, напомню, это был президент Кеннеди в последней программе, это был Джордж Буш-старший, это был президент Клинтон, это был Джордж Буш-младший и нынешний президент Барак Обама. Вам слово. Благодарю. Ситуация такая, что в целом, если мы рассматриваем гороскопы двух претендентов, их программы, то они очень сильно, скажем так, астрологическое слово из такой сигнифицируются, то есть соответствуют двум полярным противоположным таким состояниям бытия, спокойное и неспокойное, если так разделить. А вот у Хиллари Клинтон, у нее идет, скажем, резонанс, больше при всем при том, что она выделенный такой скорпион, да, то есть она, ну, опять же, это вот, кстати, объяснение разницы дома и знаки, потому что у нее дома, то есть именно событийно, она, ну, скажем, такой более, ну, не такой, скажем, марсианский типаж, как Дональд Трамп со своим Марсом на асценденте, вот, поэтому однозначно здесь видно вот такой резонанс событийный, что у Хиллари Клинтон больше, и у нее идет, она ближе, скажем так, к спокойной для Америки жизни, а у Дональда Трампа у него более, скажем так, ну, повышенной турбулентности, когда события идут, то Дональда Трампа, это как бы его естество включается, ну, то есть резонанс его программы политической, я это имею естество, то есть больше, как бы, вот именно те силы, которые за ним находятся. И получается такой парадокс, что если какой-то, не дай бог, там, в Америке теракт, либо какие-то потрясения, то это всегда плюс Дональду Трампу и минус Хиллари Клинтона. А когда, наоборот, когда все, там, благополучно, никого, ничего, то есть все, как бы, течет своим чередом, там, демонстрации какие-то, праздники устраиваются, то это, в общем, плюс для Хиллари Клинта. Вот, исходя из такого, из этой дуальности, можно посмотреть еще, как бы, параллель некоторой второй части сегмента, как вы говорите, именно финансовую будем рассматривать, потому что американская валюта, доллар, она как раз всегда укрепляется, когда в мире нестабильность. Ну, последний пример, выход Великобритании из Евросоюза, обе, мы с вами тогда разговаривали приватно, вы меня спрашивали, так, что будет хуже, фунту или евро, обоим хуже стало валютам, да, там, то есть обе валюты, они упали, американский доллар вырос, то есть от этого выхода. То есть, получается, в мире где-то происходит нестабильность, и американская валюта выигрывает, и от этого, кстати, идет плюс, ну, тому кандидату, который именно сигнифицируется, скажем так, спокойствием и такой какой-то сытой жизнью, да. Поэтому, сейчас, как я уже рассказывал, на небесах последние аспекты квадрата Урана с Плутоном, эти планеты, они определяют весь цикл мирового финансового кризиса, который начался при первом их схождении в Орбисе 6 градусов еще летом 2008 года, я уже говорю, он закончится где-то до 2018 весны, там последние уже будут такие, ну, что еще можно в Орбисе считать квадратом. То есть, по сути, это еще где-то как минимум полтора года, да? Так, особенность Плутона в том, что он срабатывает либо на первом, либо на последнем аспектах. Вот на первом там хлопнул кризис, а потом все это время, вы знаете, всевозможные специалисты, финансовые аналитики рассказывали нам, как они победили мировой кризис и так далее. А фактически он притворил, как бы так, ушел, там индийская фаза была 5,5 лет. То есть, это, ну, скажем так, как бы инкубационный период болезни был такой. То есть, болезнь развивалась, но на поверхности симптомов таких не было, видимо. То есть, сейчас, получается, будет всплеск вот этих где-то года полтора-два, да? Так уже началось, уже началось, в общем-то, ну, кстати, в Украине Майдан в 2013 году как раз произошел ровно посередине. То есть, как раз вот эта фаза, ну, такая военная, что ли, такая, вовне. То есть, это как бы знаковое событие, когда вот началось там вот эти военные, практически в центре Европы сейчас военный очаг. Причем очаг, который уже не первый год, ну, скажем так, вот, ну, никак не прекратит свое существование. И я уже рассказывал, что по циклам войн это соответствует 1938 году, именно периоду Мюнхенского сговора, вот этих всех периодов, ну, 2013. Ну, это как бы тема не сегодняшняя, но, тем не менее. То есть, это к тому говорю, что начинается период нестабильности. Период, когда, скажем так, капиталы будут убегать из, ну, туда, где стабильно. И доллар, вот курсы, когда вот мы сравниваем, у меня вот есть графики, прогнозы центральных банков, ЕЦБ и Федеральной резервной системы, любопытно их сравнивать, когда, значит, там, какому банку хорошо, какому плохо. То есть, вывод отсюда идет, собственно, ну, опять уже следующая сегмента, я уже туда немножко... Это правда, ну, раз вы уже, так сказать, обозначили это, то я вам могу сказать, это я сейчас обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям и видеозрителям, которые будут смотреть в записи эту программу, о том, что у нас есть планы с Андреем проводить, проводить как-то, может быть, даже более-менее так периодически проводить вот такие вот финансовые, что ли, программы, которые будут направлены на то, чтобы помочь, в общем-то... Потому что очень много лабиринтов, какой-то очень серьезный лабиринт, и люди не понимают, что происходит. То есть, куда там летит валюта, куда там летит реал эстейт, все же куда-то что-то пытаются вложить и как-то сориентироваться, как жить в этом мире. Но, еще раз, это мы, скажем, завершим нашу программу. Но вот скажите, как в этом плане чувствуют себя кандидаты в президенты? Хиллари Клинтон, как мы знаем, и вы об этом говорили, она как-то более, скажем так, мотивирована материальными вещами, и действительно, когда они жили в Арканзасе, там была компания, и там были какие-то нюансы. А Дональд Трамп, в общем-то, очень крутой бизнесмен, на самом деле. Как мы знаем, великолепный, он разбирается в реал эстейте, он построил очень много известных на весь мир, в общем-то, сооружений. Так как, все-таки, в этом плане себя будет чувствовать вот будущее президента? Ну, я склоняюсь к такому выводу, что вот я как раз, может быть, немножко так затянулся с этой преамбулой, с этим мировым кризисом, постараюсь кратко разъяснить. В августе происходит перелом, то есть сейчас он распадается, этот квадрат, и в августе как раз, когда ретроградные, когда меняет свою ретроградность, 30 июля Уран меняет свою ретроградность, и начинается схождение, точнее, не ретроградность, он ретроградным становится. То есть он меняет фазу движения. И он начинает опять сходиться, этот квадрат Урана с Плутоном, навстречу, с момента разворота, обычно всегда это знаковая такая дата, когда, ну период там недели или сколько, вот как раз конец июля, а так в целом где-то я предполагаю первая половина августа месяца, когда начинается вот такой повышенный период турбулентности на мировых рынках, происходят какие-то провокации мировые, то есть вот до этого такой период Тельцовский шел, а после этого начинается такой скорпионик, когда пошла нестабильность такая. Так вот, у Дональда Трампа и по его прогнозам, которые мы озвучивали в прошлой передаче, у него как раз вот этот период, вы помните, мы рассматривали, у него, ну как бы сейчас падение, там авторитет, а у Хиллари рост, и как раз на границе, на сломе, то есть на переломе тренда происходят изменения, когда у Хиллари мы увидим какие-то падения рейтингов, наверное, а у него рост. Косвенно можем сделать вывод, что это происходит только в том случае, если на территории Соединенных Штатов происходят какие-то проблемы. Ну вот, пожалуйста, прогноз, да, то есть как бы один, он, понимаете, он ключевая фигура, точнее они оба ключевые фигуры, которые резонят, по которым, собственно, можно, скажем так, определять те события, которые они собой, собирательный образ тех людей, которые, ну как бы, соответствуют тем событиям, как бы физические люди, которые отображают своей жизнью, мистерию тех событий. И поэтому там как раз начинается период затмений, причем есть еще 18 августа такое затмение, которое кто считается, одни астрологи считают затмением, другие там не считают, но тем не менее. То есть такое, опять, взаимоотношение между Солнцем и Луной, такое близкое, близкое к какому-то там полутеневому, либо там слабому затмению, это уже, ну будем считать почти затмение. А раз так, то начинается на затмение всегда, ну вы знаете, что происходит всегда период нестабильности, особенно в трейдинге, там вообще любопытно, эти вот паникеры, которые лунами описываются, они вообще неадекватны. Я вообще рекомендую в период затмения не торговать на рынке, потому что, ну неадекватно себя ведут трейдеры. То есть всплески чередуются, всплески вверх с падениями вниз. А не читается технический анализ, то есть, точнее, технический анализ становится, ну скажем так, он обманывает нас, потому что технический анализ, скажем так, он прогнозирует, по нему можно более-менее прогнозировать, когда, ну скажем, психически адекватные люди его, скажем так, строят. А в период затмения становятся ненормальными, и, скажем так, конфликт души и тела происходит, и люди поступают крайне иррационально, с таким порывами больше не сатурнианским таким выдержкой, а импульсивной, лунным, и происходит и действует, как правило, несут убытки. Но, опять же, если знающий человек заранее знает, если у него по гороскопу точнее благоприятные показатели в это время, то вот этот трейдер, конечно, выйдет в плюс. Да, вот, дорогие друзья, поэтому, во-первых, те, кто относится к этому, ну, адекватно, я имею в виду к бирже, по-русски, stock market, по-английски, поскольку это не казино, это я могу абсолютно точно сказать, поскольку я сам в этом принимаю участие, и как шахматист для меня это комбинация, технический анализ, графики и так далее. Вместе с сочетанием с какими-то вот астрологическими прогнозами, особенно благоприятных, неблагоприятных период, конкретного человека, участвующего в трейдинге, это может дать, как бы, серьезные результаты. Так что, кстати, вот я пока ехал на студию, мне пришла в голову мысль, а что, если проанализировать движение индексов, ну, валютных или мировых индексов, 8 лет назад, дело в том, что подряд, вот, сколько там, два, ну, как минимум, да, два цикла президенты, в общем-то, продолжали свое президентство после четырехлетнего перерыва, поскольку 4 года, а потом еще 4 года. Вот, поэтому, если посмотреть, вернуться 8 лет тому назад, а потом еще 8 лет назад, посмотреть, что было перед выборами, какова была тенденция. Дело в том, что по всем показателям маркет должен идти, индексы должны были свалиться, но вдруг ни с того ни с сего они начинают разворачиваться, идти вверх, вот именно к этим выборам, а потом опять будет обвал какой-то. Вот то, что вы прогнозируете, примерно, ну, где-то так середина августа, а потом будет опять скачки и так далее. Ну, вот это будет интересно. Но еще раз, мы об этом поговорим, наверное, отдельно, но если все-таки, вот подведя итоги нашей, так сказать, президентской гонки, астрологической, каковы шансы у обоих претендентов, у кого больше, у кого меньше? У меня есть исследование на предмет прогноза победы политических выборов, именно без лишнего, скажем, такого скромности, это мои открытия, или как метод прогноза. Хотя он основан на технике, то есть транзитной, которую это не я открывал, но и там главная суть заключается в том, что следует смотреть не на начало выборов, а на финиш. Вот, и поэтому, рассматривая тот момент, когда планируется, скажем так, вхождение на трон претендента, то там однозначные показатели у Дональда Трампа, они преобладают над показателями Хиллари Клинтона. Это вот, ну, я хочу так не так, что это было, что это там Андрей Бухарин, пророчество, что-то, нет, это мой метод, метод Бухарина, если так это можно громко, хотя мне, допустим, смешно это, но тем не менее, да, он показывает, что именно в это время будет, то есть если по этому методу побеждает Дональд Трамп, вот так вот. Но я еще раз хочу сказать, в гороскопе, то есть именно по прогнозу у Хиллари Клинтона горя нет на это время. Вот меня это все время удивляло, что по идее кто-то должен из, ну, там, проигравшая сторона как-то посыпать голову пеплом, а там они оба, оба абсолютно довольны, как будто оба победили. Вы знаете, вот, скажем, возьмем китайцев, вот половина китайцев, они бизнесмены, они за деньги. Вот, ну, как весь мир сегодня, все хотят деньги зарабатывать, и сегодня мотивировано все какими-то материальными ценностями, деньгами. Так вот, половина из них, они за деньги, а половина их деньги вообще не волнует, их интересует власть. Поэтому, вы знаете, это все, так сказать, пиар во всех вариантах. Кто бы был, кто бы не был, это очень и очень серьезные моменты, поэтому, что там расстраиваться. Но это интересно, это интересно, поскольку, ну, вот сейчас вы озвучили, ну, наконец-то уже, так сказать, шансы двух претендентов, у кого больше, у кого меньше. Ну, в данном случае, вот, вы говорите о том, что Трамп, ну, надеюсь, что Трамп, кто-нибудь с переводчиком послушает нашу программу и возрадуется, поскольку, вот. Я хотел бы добавить, у него перед, после выборов и до инаугурации, у него там есть неблагоприятные астрологические показатели на угрозу для его здоровья и жизни даже. Поэтому, ну, это... Пусть себя, как бы, у службы безопасности, там, и вот, как бы, медицина, пусть бережут, потому что... Так, тогда мне придется сделать, по-английски называется дисклеймер, то есть, радиостанция и руководство радиостанции, как обычно здесь сейчас говорят, не несет никакой ответственности за мнение гостей в эфире. Это мнение, это прогнозы. Поэтому, так сказать, мнение есть мнение.